Фундаментальные и прикладные исследования, связанные с энергоэффективными технологиями, оборудованием, процессами, способы и методы организации эффективного и рационального использования энергии, правовые и социально-экономические вопросы обеспечения энергетической безопасности Беларуси. Эти и многие другие вопросы стали темами для открытых дискуссий в рамках большого традиционного семинара. В этом году свое желание выступить в нем изъявили более трех десятков участников. Задача этого мероприятия – это помочь наладить контакты между специалистами различных отраслей. Поэтому мы это мероприятие назвали, что проблемы энергетической эффективности в различных отраслях. Ежегодно в конце марта в стенах ВУЗа ученые из разных сфер науки и образования говорят об энергоэффективности и способах ее внедрения в производство и быть человека. Многие труды в каком-то смысле заглядывают, что называется, в завтрашний день и связаны с потенциальными источниками и новыми технологиями. Известны так называемые электрические котлы. Это очень удобное, очень комфортабельное устройство для получения теплоты для разных целей. Очень много достоинств. Удобное, автоматизированное, не пачкает, дешевое, компактное. Но единственный недостаток этих аппаратов – это потребление электроэнергии. А электроэнергия, все знают, это очень дорогая штука. Так вот, в связи с тем, что у нас будет развиваться ядерная энергетика, когда цена на электроэнергию должна резко упасть, вот это ставит вопрос о том, чтобы вот такие аппараты нам надо развивать. Наш вуз специализируется в основном на информационных технологиях, системах. И данный доклад, он напрямую затрагивает тему моего доклада. Нам всегда приятно принимать приглашения от других стран. Мы активно сотрудничаем с другими странами Европы, то есть Азии, даже посылают иногда даже на другие континенты. Пришло приглашение, мы откликнулись. Очень приятно выступить сегодня перед вами. По итогам работы будет издан сборник, в котором будут опубликованы научные решения ученых. Именно они уже в ближайшем будущем смогут послужить отличным подспорьем в деле создания современной энергоэффективной базы.